Субтитры сделал DimaTorzok За последнее время безвкусный автотюн настолько въелся в мозги рэперов, что уже появился ЛСП. И если раньше в дрэп-треках была однотипная хуэта в куплетах в духе у меня стволы, пушки, травка, я крутой, то теперь у них еще и одинаковые автотюновые припевы. Там везде забывание и даже не важно, что именно они воют. У нас уже был скриптонит, нам теперь не нужны слова. И в этой ситуации идеальным путем выделиться было бы просто сделать по-другому. То есть просто не пиши про стволы, сучек, травку и любовную лирику, особенно, блять, любовную лирику. И делай не автотюновый припев. Благо еще до тебя придуманы тысячи других музыкальных приемов. Легче некуда. Однако эта задача оказалась под силу только полушуточному кринжевому дуэту в масках. Видимо, я ничего не понимаю в рэпе. И CDRM в свое время выстрелили за счет нескольких фактов. В первую очередь текста. Жанр песни вообще сам по себе предполагает довольно высокий градус абстрактности. А когда и исполнитель, и слушатель понимают, что второму нужно только просто ритмично подрыгнуть головой под трек, то надобность смысловой нагрузки пропадает вовсе. И не сказать, чтобы это было плохо. Вот у вас под окнами постоянно кто-то прыгает под какую-то тупую музыку. Кто-то даже должен писать эту музыку. Gunflat, например, вот звучит довольно сочно. Текста его я все равно переварить не могу. Зато у CDRM могу. Дело в том, что они пожертвовали смыслом не от бедности мысли, как это обычно бывает, а для того, чтобы пропитать текста жестью и сделать ритмы гораздо круче и плотнее. Можете посмотреть, я оставлю ссылку в описании на видос, где чувак разбирает их трек Джин Грей именно по ритмам, по тому, как она строится. Это просто охуеть. Это не реклама. Вторым фактором было звучание. Агрессия, в отличие, например, от любовной лирики, отлично звучит на бете. Вспомни, те же Dead Grips или Getza. На них наверняка и ориентировались CDRM. Хотя я считаю их музыку абсолютно самобытной и никогда мне не казалось, что они типа кого-то копируют. К тому же они постоянно экспериментировали с саундом. Эксперименты продолжались все время, однако полтора года назад примерно стало понятно, что Рэму нужно гораздо больше, чем Сиду. По крайней мере, пишет он точно больше. И вот русское поле экспериментов подарило нам очередной опытный образец. Если говорить скровенно, то, на мой взгляд, альбом не получился. Это не значит, что он плохой, это не значит, что он хороший. Но это значит, что именно мысль, которую закладывал Рэм, она не удалась. В принципе, стоит заметить, что вы, возможно, слышали неполную версию альбома. Если в вашей версии 7-8 треков, то это не то. Вам нужно зайти к ним в группу и нажать именно на сам плейлист. И там будут так называемые скиты. Скиты это, ну, если вот вы слышали Горгора, так Семирона, то там есть перебивки, когда, допустим, ему звонит менеджер Марк. И такая, алё, Марк, там что-то вот это вот это вот это. Это скит. То есть какая-то, когда у альбома есть концепция, это перебивки, чтобы строить историю. И Рэм очень сильно с ними переборщил. Как бы в интро было ещё прикольно, что типа это как бы его пизданули, и он отключается, и это его сознание, и потом альтер-эго. Но на этого вот так вот уже с головой хватало в песне PUBG. То есть одна песня PUBG, она как бы рассказала смысл всех остальных скитов. И даже там этот разговор с альтер-эго звучит как-то, ну, дёшево. Рэм уже был на баттлах, и вроде как их смотрит. И там тема отхода от образа уже обсосана, ну, невозможно. И понятно, что у Рэма есть образ. И понятно, что он не хочет в этом образе погрязнуть и умереть. Но столько базарить об этом, и так дёшево, ну, как-то... Ну, когда ты берёшь такую тему, её нужно каким-то образом обыгрывать. На мой взгляд, почти все скиты проигрышные на альбоме. И в песне PUBG, когда ты до неё уже доходишь, тебя уже тошнит. И понятно, что Рэм пробует новое. Но вот, например, вам момент, один из скитов. Там Рэм читает свой куплет, который больше похож на какой-то такой лирический гимн. Ох, ты обречён оставаться беспомощным в мире, где всё продаётся. Будешь наедине с иглами, нитями, сразу проглотишь их, задохнёшься. В чём ты жаришь, кроме карманов своих обладателей? В чём? Где ты был и что делал, пока наши лица румяные рвали предатели? А вот вам момент, когда свои стихи перед очередной песней на концерте читает солист группы Ляпис Трубецкой. Я верю, что вернётся славное время титанов, рабская цепь разорвётся, земля проглотит тиранов, трудится удел бога, халява, удел крысы, вера к счастью дорога, надежда, единственный смысл, погоня! И в случае с Ляписом оно звучит органично. Это часть образа, это происходит на концерте, когда все как бы заряжены этим вайбом, и это только его добавляют. У них такие песни, и это органично и хорошо. В случае с Рэмом это только портит впечатление от альбома, потому что эти скиты хочется пропускать. Видимо, поэтому он не добавляет, типа, альбом одним плейлистом, а как бы скидывает полную версию и как бы краткую, потому что понимает, что не всем зайдут скиты. Но они зайдут не всем не потому, что мы не уловили глубинный смысл, а потому что они не получились. И дальше легче уже пройтись по песням альбома. Открывает альбом песня Саруман, и, может, я там не выкупил каких-то смыслов, но я не мог их выкупить, потому что мне очень было сложно слушать этот трек. Во-первых, мини-ганпанк, с которым это фит. Он, ну, ну, там есть строчка «Мне валить с калаша не позволит душа». Нет, ну, ну ты чё, блядь? И его парт слушать просто невозможно. То же самое относится к самому Рэму. Дело в том, что он звучит круто на битах, потому что он не похож на остальных рэперов. Агрессивная подача, это звучало стильно, и она сочеталась с битами. А сейчас, когда он попытался, как бы, уйти от образа Рэма, при этом, как бы, оставаясь под тем же псевдонимом, то есть он, получается, как бы меняет Рэма и сделал его, он его, как бы, более лиричным, а это Рэму нужно было становиться более лиричным. Рэм не знает, что происходит у него в голове, но сам факт, попытавшись изменить стиль, он, как бы, не добавил, а убрал свою вот эту вот идентичность, которая была. И, по-моему, это звучит, как галимая рэпчага. Однако, прямо за Суруманом, не считая скита, следует трек «Синпол». И там классический Рэм. Это прям вкусно. То есть, это не звучит по-новому, да, это, как бы, тот же Рэм, но мне, например, было приятно его послушать. «Спейс Басс» — то же самое, что с Суруман, только еще больше пиздец. Там, опять же, это вообще не имеет отношения к Рэму. Как бы, я понимаю, что хочется писать другую музыку, но зачем тогда оставаться под тем же псевдонимом? Если Элис Купер решит, блядь, петь то же самое, что сейчас поет Майли Сайрус, и оставит псевдоним Элис Купер, его вообще нихуя не поймут. Это, ну, можно понять, когда артист говорит, «Извините, я изменился, и теперь я пишу такую музыку». Но так не может сказать образ. Рэм — это нечто несуществующее. Гарри Поттер не может стать негром, типа, ну, если, конечно, его, типа, не проклянут, но вы поняли. PUBG — один из лучших треков на альбоме, очень интересная задумка, и я вот пока просто собирал материал, писал сценарий для этого ролика, получил конкретно на PUBG кучу положительных отзывов. Но, на мой взгляд, может, это потому, что я альбом весь несколько раз послушал. Может, просто я зажрался, но, по-моему, это вот прям пошло звучит. Вот эта вот тема разговора с альтер-эго, она здесь дается не изящно, а именно обсосанно, блядь, прям в подливе, прям... Плая. Здесь я бы тоже мог сказать, что, мол, типа, о, рэм, агрессия, круто, но мне вообще не зашло. По-моему, как-то пошловато, дешево, и как будто от них удела-то написано. Моя пимьер. Лекс. Охуенно. Мне супер понравилось, и вот как раз Гидро, с которым он фитонул, я не знаю ни одного артиста, с которым он фитонул на этом альбоме, но, по-моему, получилось охеренно. Конечно, не настолько охеренно, как Фитц Редо, но все равно супер. Мне песня очень зашла. Магнитуд. Это песня, которая анонсировалась альбом, и это такой стилек танцевальный рэм. И, в принципе, от альбома я ожидал услышать вот это. Это танцевальный рэм. То есть, в эту стезю, как бы, было бы логично уйти. Сохранить агрессию и движ, но при этом немножко поменять направление музыки. Это бы я понял. Но не лирика, блядь, про свое трудное детство на районе. Ну ты же, ты, сука, писал, да ну вас нахуй, я ничего не знаю. Я проглотил на сваи, голой жопой сел на сваи. Куда ты? Куда ты? Я любил тебя! И последняя песня. Буллет, там крутой припев, но кроме припева, там, типа, ничего и нет. Меня куплеты не прокачали совершенно, но, не знаю, мне ничего я в этом треке не нашел. И, казалось бы, вывод, все плохо. Альбом дерьмо, но нет. Совсем нет. Этот альбом можно назвать максимум проходным, а проходные альбомы бывают у каждого. Но важно вот что. Это охеренная заявочка на авторство. В принципе, мы видели рэма на батлах. Мы видели путь рэма, мы видели, что пишет рэм. И явно потенциала там, ну просто жопой жри. Почему-то стилек, в котором он написал песню «Пандоминимум», я до сих пор не уверен, как она точно произносится, и песню «Уиджи», он почему-то в нем не остался. Я не знаю, почему мне дико понравились, но он после этого поменялся, просто сделав тройное сальто назад в своем стиле. И это ли не охеренно? Я не знаю, стоит ли фанатам Сиды и рэма именно старого забыть о том, что будут когда-то новые треки. Я надеюсь все-таки, что нет. Но гораздо больше я надеюсь, что рэм не бросит эксперименты. И я уже несколько раз рассказывал историю про то, как кто-то начал с полушуточного, но в итоге это так зашло, что он начал писать уже серьезную свою музыку, и она просто взорвала все, что можно взорвать. В этот раз ничего не взорвалось, но возможно в следующем рэм взорвет. К сожалению, наши любимые музыканты нам не подлежат и нам не подчиняются. И если вам понравилась одна песня от какого-то артиста, не факт, что он когда-нибудь напишет хотя бы похожую. А в случае с рэмом могу порекомендовать вам пару песен с этого альбома, что я уже сделал, и пожелать самому рэму блестящего творческого развития, и чтобы его следующие альбомы не были такими, как этот. Ты знаешь, где кнопка подписки. Старые видосы, короче. Ну, один новый, второй старый. Жмакать. Да. Рэп, ура.